Мяу! Всем привет, привет, мои котята! Это я, кошка Лана. И сегодня я решила поиграть в симулятор белки. Потому что я давно в него не играла и уже соскучилась по моей белочке и её бельчонку. Как там они без меня? Давайте посмотрим. Мяу! Пойдёмте с ребёночком на прогулку. Как раз у меня есть это задание. Так, ой, забыла его взять. Вот, ой, пить хочешь, малыш, побежали. Ну да, он долго сидел дома, им это, наверное, жарко. Не знаю, я думаю, что у белочек лето, а вы как думаете, ребята? Просто тут непонятно, лето, весна. Ну точно не осень, потому что листья не жёлтые. Хотя, если скоро наступит зима, то они должны быть жёлтенькими. Вот, ешь. А мы пойдём по веточкам собирать жёлти и, может быть, найдём золотую жёлтеньку. Не знаю, ребята, но мне ни разу и не повезло найти золотой жёлудь. Если вы находили золотые жёлти, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я не знаю, где их искать. Сейчас, я думаю, нужно поспать в этом гнезде. Только как бы сюда позвать маму-белку, я не знаю. Мою супругу. Так. Ну, может быть, она сама придёт. Давайте отдохнём. Вот они. Теперь они живут тут. Здорово. Но мне, конечно, больше нравится Тодупло. Но ничего, мы и здесь с ними можем пожить. Здорово иметь два дома. Ура. И да, ребята, у меня уже скопилось много еды. Так что я могу купить себе скин. И я думаю, почему бы этого не сделать. Давайте купим. Так. У меня есть 483 жёлтя. На все скины мне не хватит. Но, может, какой-то я смогу купить. Так. Этот у меня есть. Ммм. Морозный, он мне нравится, конечно. Но на него столько долго нужно зарабатывать. И, может быть, если я соберу вот эти вот ледяные желуди, то он будет дешевле. Но я ещё этого не знаю. Так. Ммм. Ух ты, мне нравится чёрненький. Увеличивает количество опыта. Ммм. Тоже симпатичное количество еды и веток. Но у меня и так много еды и веток. Зимой, конечно, мало. Так. Так жёлтые. За жёлтик, который я не могу нигде найти. Мяу. Прекрасная розовая белка. Жаль, что его нельзя купить за еду. А то бы я купил. Мне нравится розовый цвет. Ну что, тогда я думаю, ребята, нам нужно купить только этот скин. Но он мне нравится. Симпатичненькая чёрная белка. Давайте возьмём. Ой, смотрите. Ой, только вся еда исчезла, правда. Мяу. Пойдём, Бельчоночек, с тобой тогда собирать еду. Видишь, какой твой. Ммм. А Бельчонок остался своего цвета. Где тут был грибочек, чтобы тебя сразу покормить? Ой, это мухомор. Нельзя кормить ребёнка мухоморами. Вот, малыш, смотри. Там волк. Они опасные. И вот тебе грибочек. Ммм. Ребята, кстати, как вы думаете, есть на самом деле чёрная белка или нет? Потому что я купила скин и даже не знаю, я не видела чёрных белок. Ой, змея. Ммм. Такая опасная. Ну а мы уже довольно сильный уровень получили. Так, сейчас я поём. Подожди, малыш. Так вот, ребята, напишите в комментариях, если вы видели чёрных белок. Так, мой Бельчонок хочет теперь напасть на Барсука. Да, он у меня немножко агрессивный. Но он будет защитником, я думаю. Так, где тут есть Барсуки? Мяу. Ой, волк. Ой, мамочки. Ну давайте попробуем его победить, ребята, раз уж мы тут оказались. А то он так будет нападать на моего Бельчонка и не будет знать, что мы можем дать ему отпор. Ой-ой-ой. Ой, ребёнок, давай бей его, бей. Ой, мамочки, ну смотрите, по-моему, мы побеждаем. Мяу. Сейчас, сейчас. Я победил волка. Мы с Бельчонком победили волка. Ты что, смотри. Бельчонок хочет победить Барсука. Ммм, вот какой капризный. А мы победили целого волка огромного. Мяу. Вот это мы молодцы. Только он почти меня убил. Ммм, нужно срочно поесть еды. Ой, мишка. Смотрите, ребята, это дружелюбная мышка и она размером почти что с моего Бельчонка. Он так здорово, что я смогла победить волка. Я сама не ожидала. Мяу. Ну он первый на меня напал. Так что он сам виноват. Так, пойдём, малыш. Я ещё немножечко поем и нападём на твоего Барсука. Чем ему волк не угодил, не знаю. По-моему, победить волка, это круче, чем победить Барсука. Барсука. Барсука мы уже столько раз с тобой побеждали. Вот, давай. Доволен. Ягодку теперь. Ну извини, я съела одну. Вот пойдём, ты съешь. Да, и нужно не забывать готовиться к зиме, а то запасов становится всё меньше и меньше. Ой, смотрите, я проснулась. А тут, по-моему, наступила зима уже. Мяу. Да, всё в снегу, снежиночки. Ой, а на чёрной белочке так интересно. И-и-и. Ну, ребята, мне так жалко эту белку, которая тут стоит. Мне кажется, она совсем замёрзла. Ммм. Вот бы пригласить её в мой второй дом. У меня там есть гнездо. И она может там жить, ей не будет холодно. Ммм, белочка. Давайте разроем, посмотрим, что здесь. Жёлудь. Отнесём зимой. Мало запасов. А я так и не успела собрать. Ну, не облядела. На волка напасть нужно было. Ребёночка своего выгулить. Ой, я и забыла, что тут барсук зимой ходит. И смотрите, я даже не успела наесться. Я ещё голодная. Вот ещё веточка. Кстати, ребята, зимой сложно найти не только еду, а ещё и веточки. Не знаю почему. Веточки же должны лежать. Я вот думаю, Белочке не холодно пить водичку из озера, которое заледенело. Ммм, у неё же заболит горлышко. Я знаю, я как-то попила холодного молока. Меня хозяйка достала из холодильника. И мне было так холодно потом. Мяу. Так что нельзя пить холодную воду, холодное молочко. Наверное, Белка этого не знает. И, по-моему, куда-то пропали все ледяные жёлуди. Я больше ни одного не могла найти. Сейчас залезу наверх и посмотрю. Ммм, так красиво. Но желуди не видно. Зато есть вот обычный. Ой. Сейчас мы его съедим. Голодная Белочка. Интересно, а та вот под деревом. Моя подруга странная. А она неужели совсем ничего не ест? Вот. Ну, немножко подкрепились. Нужно теперь погреться, а то сейчас Белочка скоро уже совсем замёрзнет. Мяу. Смотрите, почти белая была. Вот и мышка. Ну, давайте нападём на неё. Кот, мне ей жалко нападать на мышек. Ой, где она тут вообще? Мяу. Ну, он даже бьёт меня. Смотрите, какая коварная мышь. И опять попить водички. Неужели Белка так не замёрзнет? Сейчас посмотрим, кстати, будет у неё температура уменьшаться или нет. Да, смотрите. Сразу сильно уменьшается температура, когда Белка пьёт на холоде. Или это совпадение? Ребята, напишите в комментариях. У вас Белка тоже очень сильно мёрзнет, когда пьёт воду из озера ледяного. Мяу. Ну что, Белочка устала? Интересно, когда она проснётся, снова наступит весна. Мне бы очень хотелось. Мяу, да, моя семья проснулась. А значит, я снова могу брать ребёночка на охоту, на прогулки. Давайте. Сначала нападём на барсука. Что ж ты, маленький? Тот такой барсука, а мне подавай барсука. А теперь всего лишь мышку. Ну, где ты, мышка, выходи. Мой ребёнок хочет учиться. Прости, конечно. Но мне придётся тебя победить. Нэти, хорошо, что мой ребёнок спит зимой. А то бы он хотел охотиться, замерзал или пил из-за леденелого озера. Вот, маленьким вообще нельзя пить из ледяного озера. Взрослая Белка это ещё может. Мне кажется, ребята, или он становится больше. Или мне хочется, чтобы он вырос. Я, конечно, не хочу его отпускать. Но маленькому тоже нужно гулять. И заводить свою собственную семью, когда он вырастет. И вот ещё змея. Нападём, давай. Ну. Смотрите, он похож на меня. Только у него шёрстка другая. А я уровень получила. Здорово. Смотрите, ребята. Совсем скоро мой бельчонок уже уйдёт от меня. Он такой большой. Уже практически ростом с меня. Но всё равно ещё катается у меня. На шейке, когда я летаю. Ваш ребёнок наконец вырос и стал готов вести самостоятельную жизнь. Он поблагодарил вас за всю заботу, что вы ему оказали. И отправился в своё собственное путешествие. Мяу. Мне немножко грустно. Вот он убежал. И теперь я тут совсем одна. Но это должно было случиться. Мой бельчонок был совсем взрослый. Мяу. Ну, тогда, ребята, я думаю, что на сегодня мы закончим играть. Раз бельчоночек уже ушёл. Я даже не знаю, мне немножко грустно будет продолжить игру без него. Я так привыкла, что он со мной гуляет. Так что, давайте продолжим в следующий раз. А вы подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои предыдущие видео, кто ещё не видел. И оставляйте ваши комментарии. Мяу. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok